Привет! Вы на канале Тим, Витрич и Маша! Привет, друзья! Сегодня у нас на распаковке хит сезона Ахиллес Супер Зет! От Токара Томми! О, красненький цвет, мой любимый! Да, он вот такой вот яркий! Зет Ахиллес появляется в первом эпизоде нового сезона Бейблейд Взрыв Супер Зет! А кто? Хозяина Хиллеса! А хозяина Хиллеса, мальчик Айга Акаба Это новый главный герой мультсериала нового сезона А Волт уже не главный герой? К сожалению, нет, но Волт с Айга очень сдружились И кроме того, Айга это почти двойник Волта У них настолько много общего, что даже, ну, долго перечислять А как это так? Ну вот смотрите У Волта и Айга почти одинаковый внешний вид Посмотрите, от прически, стиля одежды И даже до татуировки на щеке А по характеру они тоже похожи? Конечно! Доброжелательность, умение дорожить дружбой, стремление к победе Это все их объединяет Ого, здорово! Ну и сами Бейблейды Ахиллес Супер Зет и Виннинг Валькирия по дизайну очень похожи между собой И кроме того, Волт и Айга вложили все свое старание в создание Супер Беев Ахиллес Супер Зет и Волта А теперь распаковка Номер Ахиллеса Б-105 Его тип баланс Что ж, Тимофей, давай открывать уже наш Бейблей Посмотрим, что он из себя представляет Так, здесь запускалочка сразу у нас Давайте отрежем Нашу запускалку Здесь, как всегда, все вот так вот запаковано Несколько пластиковых Ну, какой классный Да, смотри, какой он без упаковки Еще, мне кажется, ярче Кажется Да Давайте сейчас пообрезаем эти штучки Энергетический диск Силовой диск Драйвер И запускалочка вот такая вот Ну что ж, теперь давайте рассматривать все детальней Рассмотрим энергетический слой нашего Бея Его четыре мощные лопасти оснащены металлическими накладками Кстати, в сериале Айга Акаба использовал металл со статуи древнегреческого величайшего воина Ахилла Вот эта красная броня на Бея неспроста Это подобие одежды и доспехов греческого гладиатора А металл влияет на свойства Бея? Конечно, включение металла обеспечивает высокую инерцию при вращении Тем самым улучшая как ударную, так и взрывную атаку И кстати, вот то же самое происходит с Виннинг Валькирия Когда мы будем делать обзор на него, то детальней расскажем На силовом диске есть номер Да, силовой диск у Ахиллеса под номером 11 Он овальной формы и симметричный И кстати, он считается довольно легким силовым диском Вот по сравнению с энергетическим диском он даже... А ну Тимофей, на, держи и скажи Как он по весу? Мне кажется, что они одинаковые И даже если энергетический диск немножко легче, ну вот если фактически, то действительно они кажутся как будто одинаковые И вот эта легкость придает всему Бэю отличный баланс То есть он балансирует хорошо вместе с энергетическим диском У Ахиллеса такой интересный Да, у него, кстати, есть двойной режим Значит, смотри, вот такой трюк с изменением высоты Мы его поднимаем, прокручиваем и он становится выше Кстати, оно мне, знаешь, что напоминает? Рекламу с Орео, печенье Орео Какая там реклама была? Прокрутить, облизнуть, булькнуть в молочко и съесть Ну, булькоты в молочко и облизывать мы его, конечно, не будем Но вот именно, вот посмотрите, вот это прокручивание Когда у нас нижний режим мы выбираем То сам Бейблейд будет намного устойчивее себя вести на арене А если мы его поставим в верхний режим Вот так вот прокрутим и поставим То Бейблейд становится выше и мощней Он тогда может поддевать другие Беи И они быстрее разлетаются Так, ну что, может тогда к Бою Какой ты сразу режим выбираешь, Тимофей? Верхний или нижний? Устойчивость или атака? Устойчивость Устойчивость, тогда нижний режим Держи, собирай Бейблейд Итак, собрали мы наш Ахилле Супер Зет Вот такой он классный Наклеили наклеечки Видите, он у нас изменился И сражать мы его будем С Луинором Л4 Правильно Итак, кто кем? Я Ахилле Са Маша Луинором Итак, бой Супер Беев Раунд первый Три, два, один И понеслись Так, смотрите Ахилле занял стабильное положение В середине арены А Луинор его вытесняет У Луинора идут атаки Луинор что-то сдался А ну и смотрим сейчас второй раунд Раунд второй Три, два, один Понеслись Понеслись, ребята Опять Опять та же самая ситуация Стабильно Ахиллес идет в центру поля Луинор атакует Луинор атакует И сам же сдается Пока Ахиллес побеждает Еще раунд Раунд третий Три, два, один Что самое интересное Настолько сильные Беи Что они даже не разлетаются Да Ахиллес атакует И Ахиллес по-моему Сдается Нет, Луинор сдался А Ахиллес победил Три, ноль Сухую Ну вот интересно Давайте еще все-таки У Ахиллеса Поднимем его наконечник Может он разобьет Луинора так Чтобы в дребезги А? Попробуем? Да Так, поднимаем наконечник И теперь посмотрим Какая будет разница В бою Да, посмотрим Как он себя сейчас поведет Вот наконечником Который подняли И самое интересное Ребята Мы все-таки Используем Хасбровские Запускалочки Потому что Не знаю как кому Но Токаро Томи Нам очень неудобные Ну что ж Еще один Экспериментальный бой С поднятым наконечником У Ахиллеса Посмотрим Чем он закончится Три Два Один Сто Так Читают они Конечно Классно Но почему Не разбивают Ахиллес не разбил Луинора Луинор остановился Но мне интересно Кого он может разбить Давайте возьмем Волтрека В3 Посмотрим Ну мне хочется Посмотреть Как он разбивает Волчки Давай еще раз Ну что ж Ахиллес Супер Зет С поднятым Наконечником И Волтрек В3 Поехали Три Два Один Ого Только что была Атака Волтрека Ну что ж Ахиллес Все равно В любом случае Будет сильнее Потому что Он как бы На голову выше Но он все равно Не разбил Ну что ж Вот такие Вот у нас Итоги Какой нам Следующий Бэй и Блэйд Распаковать Напишите В комментариях И подписывайтесь На канал Тим Дмитрий И Маша Пока 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 Друзья